Всем доброго Тремса, с вами Грини и мы продолжаем играть с вами в RimWorld Hardcore SK. Это у нас 16 альфа все еще и это у нас тундра. В прошлой серии мы с вами построили вот это безобразие. Кстати, давайте мы сейчас здесь настроим, дадим задание. Что нас интересует? Нас интересует выплавка олова, потому что оно у нас вот здесь вот имеется. Мы его сейчас, наверное, добудем и сюда притараканим. Итак, здесь выставляем повторять до. 260 нам хватит, а у нас 275 есть по ходу дела, да? Ну, пускай 200 минимум на складе, пускай будет вот так. И чуть-чуть уменьшим радиус поиска. Это что касается олова. Далее нас интересует что? Нас интересует медь, но ее, я думаю, что не сильно много нам надо. Ну, где-то на начальном этапе пускай будет соточка и минимум там 70 на складе. Это нам пригодится потом для электроники. Ну и для всяких тумбочек тоже неплохо с нее делать. Дальше стальные слитки. Естественно, повторять до. И здесь вот уже побольше. Где-то 760 изначально мы поставим. Пятихатка на складе и уменьшаем тоже радиус поиска. Дальше что? Дальше мы, соответственно, выкапываем здесь вот это вот все пространство. Я немножечко поиграл, но тут пришел ивент. Ну, во-первых, звездная вспышка нас, конечно, не волнует. Вот какой пришел ивент. К нам пришли муфало. И, естественно, я не могу пройти мимо этих товарищей. Мы пойдем на них немножечко охотиться. Ну, буквально совсем чуточку. Я надеюсь, они на нас все не сагрятся. Так, Аристарх пока идет в сторону. Хотя и прибежал в числе первых. А вот носорога, наверное, все-таки убивать как-то опасно. Прикольно, короче, в этой шапке волчий. Чиф похож на какую-то элитную проститутку в накладном парике. Дог, кстати, тоже. Нормальный, короче, набор элитных проституток пришел охотиться на муфала. Супер. Давайте, я думаю, что... О, слушайте, а мы по одному неплохо справимся. Мы сейчас завалим четверых. Я думаю, что больше нам не надо. Ой, по-моему, нам придется завалить их всех. Потому что они что-то как-то агрессивно настроены. И, по ходу дела, по ходу дела у нас сейчас будут проблемы. Чиф, надо бы отвалить, наверное. Так, ну-ка, давай вот ты сюда. Сюда и давай сюда. Отлично. И последний остался. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. О, слава богу, док не завалили, но ее подранили. Безымянный палец руки отбили. Сволочи, а? И куда, вот мне скажите, куда мы будем девать такую хреновую тучу муфала? Но, тем не менее, в любом случае, даже если мы их всех не переработаем, плюсы от этого все равно однозначно имеются. Шкуры позволят нам делать нормальные кровати. Кстати, по поводу кроватей. А, пока мы ничего не можем здесь сделать, нам бы надо сделать исследование. Вот здесь вот новую научную лабораторию, которую я планировал. Но я думаю, что мы ее будем делать уже после того, как я выкопаю вот здесь пространство под камушек. Аристарх у нас может полечить док, но я думаю, что медикаменты мы никакие использовать не будем. В принципе, что там, пальчик? Пальчик, он подует ей, и все будет хорошо. Ну, в принципе, так и оказалось. И запасы мяса у нас явно увеличились. Соточка, даже я думаю, что на склады все это у нас не поместится. Потому что вот эти у нас все заполнены под края. Видите, крышка закрыта, значит под края наполнены. А мяса еще очень много, еще не все притащили. Ну, что делать, как говорится? Интересно, откуда они знают, что температура за окном опустится до минус 23? У нас как минимум двое, нифига не готовы к такому раскладу. И что нам по этому поводу делать? Давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. Только шапки, в принципе, да, шапки у нас и так есть. Теплые сапоги, ну, снегоступы можно попробовать сделать, но я не уверен. Давайте попробуем сделать снегоступы. Так, шерсть альпака. Так, 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 так. Так, значит от холода 121, шерсть альпака, телячья кожа, вообще не айс. Да и все, мы тут особо-то ни с чего и не можем ничего сделать такого. Оленья шкура 110. А сколько нужно-то там на эти снегоступчики? 20 ингредиентов. 20 ингредиентов, давайте, я думаю, что мы с шерстью альпака это все дело сделаем. Хе, а мы не можем с нее сделать, да? То есть нам не разрешают с нее изготавливать. Печаль, беда, разочарование. Здесь только шкуры и прочее. Кстати, по поводу шкур, что у нас по телячьей коже? Мне кажется, что от холода, ну, 120 процентов. Ну, давайте попробуем сделать из телячьей кожи и посмотрим, сколько они дадут нам бонуса. Так, вот она у нас, телячья кожа. Делать у нас будет, естественно, только Чиф, потому что он у нас главный специалист по этому делу. Давай сделай и потом я тебя отпущу спать. Честное слово. Готовы снегоступчики. Давайте посмотрим, о, отличные, отличные получились. Изоляция от холода 8,4. Давайте посмотрим, что у нас там, значит, самое маленькое у гринни. Как у тебя там сапожки? Ну, 7,0, да, 8,4 это чуть-чуть получше. Однако, тут еще есть момент такой. По поводу, а нет, смотрите, то же самое 12 процентов. То есть, в принципе, да, в принципе, можно снегоступы дать гриннику. Так, сразу давайте построим верхнюю стеночку. Вот как-то так это будет у нас выглядеть примерно, да? И, ну да, и вот так вот стенка у нас пойдет. Здесь дублирует выход вот отсюда. Ну, вот такой вот изначально, вот такую стеночку мы сейчас построим. Вот здесь вот у нас будет с вами стоять станочек камнеобрабатывающий. Но, в любом случае, нам придется, на самом деле, зря я здесь сейчас все это дело выкапываю. Нам надо все-таки научную лабораторию сделать. Давайте мы сейчас, так, олова, что, 275 олова у нас есть? Нормалды. Давайте так, а, ну, они в любом случае будут копать вот здесь, если мы им это поручим, потому что это ближе. Хоккей. Давайте мы тогда здесь и выкопаем пространство небольшое. Сделаем здесь временную научную лабораторию. Потом ее пустим под что-нибудь другое. Вот это давайте пока тоже отменим. Ну, нафига нам сейчас это делать, когда нам, ну, действительно надо сделать научную лабораторию, чтобы... Так, нет, Гринни, это плохая идея. Давай, иди вот копай вот здесь. Чтобы изучить обработку камня новую и построить другой станок, который будет значительно быстрее все вот это вот перерабатывать. То есть мы пространство можем, конечно, сделать под камни, под переработку, но какой смысл, если мы не можем сделать станок? Блин, снаружи 4 градуса, внутри 18, потому что здесь работает печка. Давайте-ка мы, знаете, что это, конечно, нам очень здорово понизить скорость изготовления, но с другой стороны мы поставим дверь и, во всяком случае, температура не будет так подниматься. Во, все, температура пошла вниз, как видите. Так, сейчас она испортится через день. Сейчас посмотрим, когда она пустится до минимума, через сколько они будут портиться. Снаружи у нас минус 3 вообще. Вот здесь вот давайте тоже подкопаем. Здесь поставим стеночку вместо вот этого вот непонятного камня, который, в принципе, по привлекательности минус 2. Мы поставим стенку, у которой привлекательность уже будет какая, а нам тут не показывают. Ну, значит, нулевая, скорее всего. Так, под стеночку мы выкопали. Давайте теперь здесь поставим ее сразу же, чтобы, мало ли, если кто сейчас спать пойдет, чтобы он не спал на улице и не получал дебаф, соответственно. И надо нам сделать какой-то временный склад вот под эти булыжники, потому что надо их извлекать из вот этих всех пространств, а складывать их просто банально некуда. Поэтому давайте вот этот склад мы копируем, вот сюда мы устанавливаем и на этом складе мы ставим обычный приоритет. То есть, чуть-чуть пониже, чем вот здесь вот. Все, булыжники можно перетаскивать. Отлично. Значит, помещение какое-никакое мы выкопали. Давайте сразу же сделаем его вот по этой границе, потому что здесь у нас уже так и запланировано. Здесь пойдет потом, когда-нибудь пойдет стенка. Вот это будет временная стенка, ее я потом снесу. Ну, и здесь мы, соответственно, оставляем проход. Гринни, давай сразу же все это нам быстренько сделай. Сюда мы сейчас поставим новый научный стол. Ну, как только мы его сделаем, это помещение, сразу давайте здесь мы мощеные полы поставим, чтобы настроение было получше, потому что работать здесь придется много. И что у нас по камню света? Камни света нету, значит, надо его будет добыть. Так, помещение практически готово. И теперь нам надо здесь поставить крышу, потому что ее местами здесь тупо нету. И поставить сюда какую-никакую деревянную дверь, чтобы все у нас здесь было закрыто. Единственное, что Гринни, а ты можешь здесь убраться? Не будем Аристарха отвлекать, который у нас уборщик. У него там дел тоже довольно-таки много. Так, все. Здесь все замуровали. Замуровали. Теперь давайте поставим сюда сразу научный стол. Вот этот вот простой научный стол. Я думаю, что из-за ловяшки, потому что у нас ее много. И она там у нас тоже под рукой имеется, если что. Так, дверь ты сейчас делаешь. И сейчас научный столик. И светокамень у нас, кстати, тоже есть. Что не может не радовать. Так, а что у нас по металлам? У нас 127 железа. Ну, я думаю, что из-за ловяшки мы сделаем также и сюда вот освещение. Освещение. Так, 7,19. Да ешкин ты, морковкин, вот ты начал тут жарить и сразу стало все печально. Давайте, знаете, что так? На улице минус 2. Давайте мы не будем сейчас ничего здесь жарить. Пускай остывает. Вот так вот. Сейчас, я думаю, здесь температура резко понизится. Вот, отлично. Аристарх, давай вот это все нам на базу быстренько. И нам надо будет сделать сейчас еще вот это вот освещение, но и золовяшки. Поставим его посередине вот здесь вот. Там 12 штук на один светильник. Более чем достаточно у нас на любое освещение. Все просто закипись. Значит, с исследованиями тоже все замечательно. Но единственный момент, что мы все-таки будем сейчас исследовать не совсем то, что я хотел изначально. Давайте посмотрим здесь по дереву исследований. Нас интересует партняжное искусство, потому что что-то становится холодно. И вот на этом станочке мы просто ни черта не можем сделать из того, что нам нужно. Сразу давайте здесь под второй станок сделаем вот такое вот углубление. Потом понятно, что здесь у нас не будет никакого, как бы никаких станков. Потом все это производство переедет совершенно в другое место. Но изначально мы поставим новый станок именно сюда. И док у нас красавица пошла исследовать. Это первый момент. И второй момент, который мы сразу можем назначить. Через shift можно добавить второе исследование. Давайте обработку камня сюда добавим, как второе исследование. Ну и пока, наверное, все. Следующее потом уже будем. Так, животные-людоеды к нам. Пернатый раптор. И сколько их? Нифига себе, 4 штуки. Черт, а вот это уже, ребята, вот это уже может быть для нас проблемой на самом деле. Давайте мы поставим здесь двери. Я даже не знаю, 4. У нас 80 досок. Давайте, значит, наших ребят вперед вызываем с дробушами. Нет, это неплохо в том плане, что если мы их завалим, то это будет неплохо. Но если мы их не завалим, это будет капсдец. Потому что шкуры у них очень хорошие. С них можно будет сделать медицинские кровати, которые нам, я думаю, что не помешают. Это все-таки не стримы. Здесь нам вряд ли кто-то поможет, если у нас будет какое-то заболевание. Придется с этим бороться как-то самостоятельно. Ну-ка, давай вот сюда вот еще. А Грини пока это дело завершит. Аристарх, ядритская сила. Что происходит? Почему ты не принес все доски? Откуда-то скоммуниздил 5 досок? Ой, ребята. Ой, ребята. Не прицельный выстрел, потому что нам надо попадать как можно быстрее по этим тварюгам. Так, одного слили. Осталось еще трое. Куда ты, Аристарх? Чудо ты в перьях. Грини, сваливай назад. Перезарядишься внутри, потому что сейчас ты нам там ничем не поможешь. Есть контакт. Все, ребят, я думаю, что с этими товарищами мы сейчас разберемся. А может быть и нет. Неприцельный выстрел. Есть контакт. Все, разобрались. Слава яйцам. Но перезарядиться все равно не мешает. Хотя зачем я перезаряжаюсь, все равно этого козла еще добивать надо. А в ручном режиме мы его замучаемся добивать, потому что он, зараза, очень мощный. Медицинские кровати нам обеспечены. Во всяком случае, одна, если не стухнет. Так, давайте еще мы добудем все-таки олово, потому что оно у нас, конечно, есть там где-то на складе. Но его тут очень-очень мало. Надо вот это тоже дело все добыть. Ну, все не все, но сколько-то надо добыть, чтобы на станочке хватило. Кстати, а уголь-то? Давайте-ка вот отсюда здесь на складе поставим повышенный приоритет, потому что мне надо, чтобы в первую очередь, конечно, уголь был у нас вот здесь. Здесь у нас приоритет высокий, поэтому пускай перетаскивают сюда. Ну, Грини, ну, ядритская сила, а? Давай перетащи сразу хоть сюда, что ли. И отправим сейчас Чифчика. Что там у тебя? Чифчика отправим сначала поесть, а потом отправим его делать олово. Да, ну, по-моему, ему сначала надо еще и отдохнуть. Аристарх, давай, иди тоже поешь и потуси с Чифом, потому что, когда вы вдвоем рядом находитесь, сидите за столом, у вас, насколько я помню, быстрее поднимается развлечение. То есть вы общаетесь между собой. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Все, кстати, здесь можно уже тоже достраивать вот эти стенки. Так, блоки тошнота. Кто-то немножко траванулся, по ходу дела. Пам-парам-пам-пам. Ну, давайте пока общую такую вот стенку сделаем. Вот это тоже отсюда все вынесем. Здесь у нас будет стоять станок каменнообрабатывающий, камнерезный. Так, а олова кончилась, кстати. А, ну, олова кончилась, потому что его надо перенести. Есть партняжное искусство. И следующее у нас пошло обработка камня. Ну, давайте сразу же тогда забабахаем партняжное искусство. Где оно у нас? Вот партняжный стол оловянный, потому что он работает быстрее. Вот сюда мы его поставим. И рядышком мы воткнем, давайте еще тоже из оловяшки, вот этот вот светильничек. Давайте мы даже с него начнем, потому что в темноте они работают значительно медленнее. То есть это тоже надо учитывать. И партняжный стол нам, пожалуйста, доделай тоже, потому что скоро-скоро совсем станет холодно и грустно. Вам особенно. Тем, у кого нормальной одежды нету. И вот здесь вот на самом деле можно уже настраивать склады, чтобы камень далеко не утаскивать. Пам-парам-пам-пам. Значит, у нас, во-первых, где у нас будет стекляшка? Стекляшка у нас будет вот с этой стороны. Соответственно, булыжники будут у нас лежать с этой. Здесь одна клетка станок, одна клетка на то, чтобы стоял персонаж. И вот здесь вот можно делать уже, соответственно, склады. И здесь еще два склада отдельных. Можно не заморачиваться, можно все это вот на этот склад пустить. Это под песок и щебень, соответственно. И вот отсюда мы теперь просто тупо дублируем. Вот это у нас булыжники. Они у нас будут лежать вот здесь. Песчаный щебневый склад надо будет, наверное, отдельно делать. Копировать настройки, установить настройки. И вот здесь вот какой здесь приоритет у нас стоит? Повышенный. Поставим высокий приоритет. То есть пока пускай все перетаскивают сюда, в первую очередь. А здесь вот на этих складах, соответственно, тоже повышенный приоритет. Здесь у нас будет песок. И вот здесь вот у нас будет тоже повышенный приоритет. Здесь будет щебень. Превосходно, значит. Эти склады у нас готовы с вами. И, соответственно, вот эти склады можно отсюда убирать. Потому что нам надо, чтобы все это перетащили туда. Единственный момент, что, наверное, наверное, возможно, стоит здесь тоже сделать какой-то склад. Наверное, я погорячился. Потому что здесь мы тоже будем строить. Оттуда таскать булыжники-то как-то не айс. Да, погорячился я, давайте создадим обратно склад Даже с Да, тоже с максимальным даже приоритетом И туда мы установим Соответственно те самые камни, я скопировал Просто сейчас оттуда склад, мне лень Единственное, на станке надо будет Поставить таким образом, чтобы он Когда булыжники делают, чтобы он их Складывал на пол, чтобы не мастер Их таскал на тот склад после каждой партии А именно там Аристарх, еще кто-то Перетаскивал, когда они здесь скопятся Вот это, конечно, обратная сторона того Что у нас далеко довольно-таки Получается вот это вот производство То есть камни у нас будут далековато находиться Не есть гуд Ну и давайте посмотрим, что мы можем Сделать для наших ребят, такого тепленького Пуховики, кстати, смотрите У нас есть возможность сделать пуховики И надо будет сделать еще штаны Пуховик делается из чего? Требует 95 ингредиентов А у нас каких-нибудь ингредиентов В таком количестве есть, вот мы можем Сделать из телячьей кожи, но что-то мне подсказывает Что он будет говно Оленей шкуры мало Но, кстати, кроме телячьей кожи-то Мы больше ничего и не можем предложить Да, то есть шерсти какой-то у нас, к сожалению, нету Поэтому давайте просто тупо отправляем чифа Сделать один такой вот пуховик И еще один момент Пуховик, насколько я помню, довольно сильно Он, по-моему, влияет на скорость работы Причем очень даже конкретно Поэтому возможно, что надо просто другую одежду подбирать Ну, ладно, если что, мы сейчас можем его запретить в конце концов И отдать нашим ребятам тогда, когда будет совсем полный ахтунг Будет совсем холодно Так, но чиф, пожалуйста, дошей Вот это все безобразит Сейчас посмотрим заодно По-моему, он реально очень сильно ограничивает Ну, уменьшает скорость работы Поэтому не факт, что он нам прям-таки пригодится Так, чиф пуховичок закончил И одновременно у нас обработка камня закончена Давайте теперь начинать стеклодеть Хотя нет, я думаю, что мы сейчас начнем хранилище делать Потому что это нам позволит делать палеты Хранилища второго уровня Да, скорость работы минус 11% Но зато изоляция холода минус 32% Давайте пока мы его запретим До морозов пускай они его не одевают А там посмотрим И что мы еще можем сделать? Мы можем, насколько я помню, сделать рабочие кожаные перчатки Сколько-то они тоже дадут Сейчас чиф выспится и пускай сделает Плюс они повышают скорость работы Так, и к нам пришел торговец Отлично Камнеобработка Вот он, камнерезный станочек из олова Правда, олова у нас, в смысле, олова у нас не хватает, да? Чиф чуть-чуть не доплавил Ну, давайте вот так вот поставим Гринни, ты можешь выплавить что-нибудь? Да, по-моему, как раз он вполне сможет сейчас выплавить еще немножко оловяшки И как раз ему хватит этого, чтобы, да, сделать этот станочек И Гринни красавчик сделал Таким неприятно Давайте посмотрим, скорость работы за верстаком 120%, напомню, там 50% И сам станок сам по себе тоже быстрее работает Значит, нам нужны каменные блоки И можно сразу, в принципе, здесь добавить А, мы железобетон еще пока не умеем делать, поэтому здесь не добавишь его Хорошо, повторять до И здесь давайте 1000 поставим Минимальный стак где-нибудь в районе 700 И радиус поиска только в пределах этого склада Вот так теперь Чиф сможет нормально быстро все это перерабатывать И вот этот вот теперь тоже можно отсюда убрать склад Он здесь нам будет только мешаться А, да, и еще момент Вот здесь вот положить на пол По причине того, что, ну, вы помните, да? У нас два склада этих камней Вот этот склад, кстати, давайте мы немножко подрежем Потому что мне совершенно не надо, чтобы он здесь в таком огромном количестве Так, удалить зону Я думаю, что вот так вот двух клеток нам вполне хватит булыжников На какие-то нужды такие небольшие Док, пойдем поторгуем, посмотрим, что там нам, может быть, принесли интересного и полезного В любом случае нам надо будет много серебра Потому что нам из него надо будет выплавлять серебряные слитки Так, есть тут разные колонисты, ну, рабы Но это все нам не надо Теплые сапоги давайте продадим Как раз 90 мы с этого получим Ну и больше, к сожалению, для нас ничего интересного здесь нет Так, все, ты можешь выбросить здесь Перетащат, ничего, не сахарный Аристарх перетащит чуть попозже Так, Чивчик, что там у тебя по нуждам получается? Все, ты практически готов Тебе надо только поесть И можно тебя отправить сделать рабочие перчаточки Ну-ка, давай-давай Поработай, покажи нам класс Причем делает он их довольно быстро Сейчас сразу же ему же их и дадим Чтобы он еще быстрее работал Что за перчатки? Давайте посмотрим Значит, во-первых, из телячьей кожи они Ну, к сожалению, температуру от холода всего на 3,6 градуса Но, тем не менее, нормально Давай наденем их Еще один момент, я забыл совсем посмотреть Плюс 12, общая скорость работы То есть пуховик у нас будет компенсироваться в любом случае При любом раскладе И давайте еще сделаем вот эти кожаные перчатки Штучки 3 Для всех наших колонистов У Чива уже там минус 26 градусов Аристарх вообще совершенно не обламывается Кстати, что значит незаконный? Незаконно рожденный, что ли? Сомнительно Еще одни перчаточки у нас И эти у нас получаются хорошие От холода те же самые 3 градуса Давайте дадим их Грине Потому что он у нас самый главный работяга И надо, чтобы он просто максимально быстро работал Что нам надо еще сделать? Нам надо сделать производство вот этого стола компонентов Но для него нам опять-таки нужно олова А олова нам надо еще покопать Давайте копанем вот эту жилу Отправим туда Грине Давай поработаем Грине скоро будет просто реально реактивный Горное дело уже 15 Нет, Грине, давай копани еще немножко Чтобы было Чифу поработать над чем Сейчас мы его как раз после перчаток отправим работать Подожди, ты из Раптора их делаешь? Вот это хреновая идея, по-моему, немножечко Давайте вот этого Раптора мы запретим Чиф, ну Дашей, пожалуйста Что ж ты в последний момент бросаешь-то это все дело? Они, скорее всего, будут защищать хорошо из Раптора Но только не от холода Так, значит, что тут у нас? Риск серьезного нервного срыва Печаль, беда, разочарование Полное говно, да? Жизнь не удалась 3,9 градуса, кстати На секундочку Они оказались лучше, чем из телячьей кожи Значительно причем И, обратите внимание, снежинка у нас сразу же исчезла Значит, у нас просадочка только у Грине и у Док Ну, если что, мы пуховичок оденем Все, рабочие перчатки здесь закончены Значит, можно отправить Чифа сделать еще оловяшку А вот досок-то у нас с вами и не хватает Нам надо где-то откуда-то притараканить еще древесины Древесина, по-моему, где-то я видел Вот она К Грине бегом, потом поспишь И вот этот сразу еще тоже до кучи Туда, наверное, Аристарх сейчас побежит Кстати, Аристарх, ты побежишь туда? Давай, разбирай Ты не хотел бежать, но придется Потому что Грине один фиг, столько бревен не утащит просто на себе Нет, смотрите, что-то совсем прохладно становится Минус 20 градусов Я думаю, что Грине сейчас придется в пуховик одевать все-таки И док, скорее всего, тоже придется одевать в пуховик Не хотелось бы Хранилище готово у нас Давайте посмотрим, что дальше мы можем делать Дальше мы будем делать строительство Строительство нам позволит изготавливать бетон И оттуда же железобетон Который тоже довольно-таки полезен для нас Отлично, Грине, давай все Одевай пуховик Чувствуй себя человеком Так, 48 градусов Превосходно И, кстати, можно еще посмотреть общую скорость работы Вот она у нас, общая скорость работы И получается, что Грине у нас 96% Ну, на самом деле, печаль, беда и разочарование Медленно это получается А почему так-то, парниша? У тебя вроде бы вот эти вот шляпы-то дают нормально Вариантов-то немного Что мы еще можем сделать? Ну, давайте, может быть, попробовать куртку сделать Куртка тоже ведь дает какой-то плюс Но при этом она меньше, наверное Может быть, снимает Ну, как бы, дебаф дает меньше Чиф, ты сможешь ее сделать? Скажи мне, пожалуйста Ты сможешь ее сделать? Здесь как раз телячья кожа Посмотрим на примере док Кстати, скорее всего, мы тогда лучше дадим куртку Грине А этот самый пуховик отдадим док Потому что, как бы, Грине больше пашет И, кстати, не можешь, да? У тебя навык слишком маленький Ну, значит, придется подождать Чифа Все, курточка готова Сейчас мы посмотрим, что за куртка Общая скорость работы Да, ребят, куртка значительно лучше Пуховик идет лесом Потому что куртка, как видите, скорость работы всего минус 5 При этом защита от холода тоже минус 16 У нас все-таки не ледник И поэтому вполне можно ее юзать И вот сейчас у нас общая скорость работы 109 То есть, в принципе, если дать ему там касочку какую-нибудь, что-нибудь такое В принципе, я думаю, что вполне себе нормально будет Все, у нас есть 50 досок У нас есть олова И поэтому давайте-ка мы сейчас с вами сделаем вот этот стол компонентов из олова Он работает прекрасно и без электричества Но с электричеством работает, конечно, быстрее Все, давай, ты работай над этим А здесь нам надо будет сделать 4 склада Вот так вот Здесь через клетку Потому что следующий стол будет занимать 3 Это вот этот вот обморочный стол Занимает как бы 2 клетки А следующий будет 3 Здесь выставляем высокий Запретить все И копируем настройки вот на эти склады И потом сюда, значит, вписываем Вот сюда у нас пойдут компоненты Сюда у нас пойдут механизмы Вот сюда у нас пойдут продвинутые механизмы А сюда пойдет у нас проволока Проволока И сюда еще можно будет добавить склад с тканью Потому что на этом же станке делаются ремкомплекты Ну что, все готово Здесь мы теперь только добавим, собственно говоря, все вот эти вот механизмы, компоненты и проволоку Настроим не до бесконечно Повторять до на всех трех И сделаем здесь, соответственно, уменьшим радиус поиска Дальше компонентов мы сделаем где-то на складе, пускай будет штучек 60 И минимум на складе 35 Это так, проволока, соответственно, где-то в районе 110 Минимум на складе 80 И уменьшаем радиус Тоже, опять-таки, в пределах склада С механизмами Меньшаем радиус поиска И механизмов, я думаю, что 20 и 15 на складе нам будет пока достаточно Вот как-то так Ну что, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Все-таки помогите мне немножечко развиться, если вам нравятся мои ролики Заходите ко мне на стримы Заходите в группу ВКонтакте С удовольствием с вами пообщаюсь Ну а с вами был Гринни Всего доброго всем пока и отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok